привет друзья спасибо что заглянули на мой канал я сейчас нахожусь в дикой глуши в деревне за много сотен километров от столицы от большого города поют птички вокруг красота вот а приехал я сюда по приглашению моего хорошего друга охотника михаила вы кстати с ним уже знакомы отчасти зимой ездили коллективом на зайчика охотиться вот и он тогда добыл кстати беляка я ссылку оставлю на этот фильм посмотрите я приехал сюда за два дня до открытия охотничьего сезона вот эти 10 дней чтобы подготовиться к охоте и в частности охоте на тетеревов конечно это охота на тетеревов она для меня ну лично для меня она такая одна из наиболее самых любимых то есть вот там селезин с подсадной ну вальшнап это все конечно понятно хорошо но больше всего я люблю вот именно охоту на тетеревов посмотреть на тетеревиный ток поэтому вот решение такое пройти все самостоятельно то есть как говорится вот не из-под егеря до что называется тетеревов там стрелять и добывать а именно нет но такая охота тоже конечно приносит какое-то удовольствие от добычи но не настолько я считаю чем когда ты вот именно потрудился прошел вот все эти этапы то есть поиск тетеревиного тока по зорьке далее подготовка шалаша скоротка и далее уже непосредственно сама охота вот это мне кажется я надеюсь принесет мне куда больше удовольствия чем охота на готовом что называется значит охота будет происходить с помощью вот таких вот замечательных чучел эти чучела вот как видите да тут есть с распущенным с лирой есть такой вот обычный это вот такую щите дерева эти чучела вышивает вручную супруга михаила как раз их не только на землю можно ставить а еще и осенью вешать на березки на деревья так чтобы охотиться и осенью вот эти чучела призваны как раз таки тетеревов к себе подманивать что называется ну да еще монок я его правда сейчас что-то пока найти не могу есть такой монок хубертус который издает шипящий звук точнее говоря чуфыканье вот это тетеревиное что тоже будет я надеюсь способствовать к их более близкому подлету и такованию где-то в районе там метров не более 30 от скоротка поэтому ребят если кого-то заинтересует вот эти чучела я у миши есть страничка на ганди где-то по-моему на юле еще он говорил на сайте вот так что я оставлю в описании ссылки кому интересно эти чучела будет обращайтесь к нему непосредственно заказывайте мы же их с вами проверим уже в деле непосредственно в следующей части что ж друзья я буду заканчивать свой монолог пойду займусь немножко хозяйством я только приехал недавно сейчас разгребусь потихоньку и буду уже готовиться к завтрашнему дню завтра встану ну пораньше значит вот еще один момент вам скажу что вот непосредственно охоту надо приходить чтобы сидеть в скоротке уже часа в три ночи потому что к веке прилетают рано очень рано они затем начинают бормотать именно разведчики они намечают будущий ток что называется вот а у а вот подслушать их прийти как бы определить с биноклем саму такая вещь и можно ну я думаю часов в пять в шесть утра нормально то есть я где-то часов в пять выдвинусь на поле снег уже я об сейчас проезжал снег сошел снега нету местами там разливы приличные в общем завтра нас ждет своим приключения до завтра друзья доброе утро друзья ну чтож время у нас сейчас 15 минут 6 утра там сзади я слышу атакующих тетеревов там поле я сейчас туда подойду поближе попробую посмотрю в бинокль по ощущениям они где-то рядом но тетеревиное бормотание вот это она может распространяться на многие километры два три километра вроде кажется близко на самом деле все поймут утка полетела это уже хорошо что я их услышал но это еще не значит что я нашел только вот когда найду это будет хорошо все пойдемте ну что друзья я вроде бы нашел ток очень слабый я вот вижу одного тетерева расстояние метров 300 сейчас на максималку приблизил вот там один был и вот еще один он они борются там я побаиваюсь ближе подойти вот этот интересный звук хвосты распущены лирами тут открытое поле сейчас я вам покажу расстояние вот так вот вот так вот вот они на дереве 2 сидят где этот столбик там наверное газопровод какой-нибудь проходит за ними дальше к лесу туда еще опора лэп вот они два сидят это говорит о том что на тетерке еще не прилетели ток очень слабый вот тут два и где-то еще я а и вон они еще двое сидят по земле уже вот он перелетел куда-то он там еще один сидит в общем тетерева сидят по деревьям друзья какого-то в общем что я могу сказать ребят ток тетеревины он еще не сформировался вот эти вот ну на камеру там 4 до я еще одного видел вот самый первый раз 5 тетеревов всего это конечно совсем немного место я конечно определил и в бинокле визуально причем сам ток это даже током-то не назвать они конечно поборолись там между собой примерно длился около час то есть где-то с 5 до 6 утра и все и тишина потом они просто разлетелись посидели немножко на дереве на близ лежащих деревьях и разлетелись я где-то вот с той страны еще бормотание какой-то такой бормочащий звук слышу но но это не только то они на деревьях сидят это говорит о том что саммит копылухи тетерки они еще не прилетели и тетереван не за что как говорится соперничать у них они просто это инстинкт они пока разрабатывают свои силы так скажем перед настоящим током в принципе до открытия остается один день два дня точнее до открытия два дня я сейчас подумаю ставить ли мне скородок вот именно сегодня ну мы сейчас с вами еще туда на таковище сходим я посмотрю там экскременты их может перья и уже на месте посмотрим можно ли там вообще зацепиться за местность там какие-то сосенки стоят вроде я скорее всего пойду туда на место таковище там уже будем определяться вот так вот такая то кто летит ухо это сокол на сокола здесь тоже есть вот друзья я нашел продукты жизнедеятельности тетеревов вот его испражнения в принципе вот оно и есть это таковище вот эти вот сосенки здесь если так вот здесь вот открытая такая площадка полянка снимал я вот оттуда стоял я вот там вот вот еще нашел вот еще нашел какая-то птица странная вот в принципе здесь он и гулял они гуляли а кстати еще вот друзья нашел и следы борьбы вот она перышко вот еще тетеревины перо вот здесь здесь так что здесь они точно сто процентов присутствует вот здесь перышко ну все ток найден так а вот еще экскременты отлично да в принципе сосенки я сейчас думаю а вот тоже смотрите ну да да вот здесь они и гуляют у нас с вами такую теперь вопрос интересное вот это вот сосна мне интересно принципе зацепиться за нее и где-то организовать скородок прямо прямо у этой сосны я думаю что надо здесь ставить хотя конечно сомнения есть друзья в первый раз поэтому могу и ошибиться смущает то что тетерки не прилетели и ток слабый вот это смущает он конечно может сместиться но в принципе чучела есть да и монок этот я думаю что да что же это за птица такая интересная я думаю что монок и чучела должны сделать свое дело привлечь их ну ладно пьем чай в общем решил я сооружать скородок с помощью вот этой вот сосны которые сзади меня а дальше вот это поле полянка там как раз и будем выставлять чучела работать монком так чтобы тетерева туда слетались наметим я потом вешки поставлю примерно в 25 в 30 шагах от скородка вот да немножко придется конечно ее об кромсать но что поделать то есть принципе я вот эти ветки спилю и их же буду использовать в качестве укрытия скородка то есть материал прям беру на месте ну что будет как-то повторять естественную природу естественное окружение надеюсь они не очень испугаются ну что ж за работу и и и и Продолжение следует... 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 сосна и так далее ель трудозатрат больше ну да обязательно естественно топор такие более серьезные ветки тоже эффективно ну не толстая чуть потоньше хороший финский топор у меня давно он уже со мной вот я цены ему не знаю топор пила и конечно же нож об этом ноже я вам уже рассказывал у меня на канале есть им рубить отлично небольшие веточки подрубить где-то самое эффективное то есть такие проводить небольшие работы по веткам по дереву не не требующие таких серьезных нагрузок вот три инструмента да и перчатки ребята обязательно хэбэшные возьмите не помешает потому что руки иначе все в смоле будут несколько слов хотел бы сказать о его особенностях о самой конструкции как я ее сделал давайте подробнее покажу главное я уже говорил главное это хорошенько укрыть лапником низ тетерева на земле поэтому как бы смотрят они да они когда такуют они не очень хорошо слышат ну кто-то говорит что они вообще глохнут как глухари я честно говоря не орнитолог я не знаю но то что они хорошо видят и особенно реагирует на движение и врожденное чувство опасности у тетеревов заложено поэтому низ укрываем обязательно особенно тщательно дальше вот некоторые видите я веточки подвязал ну так как вот тоже не додумался первый раз делаю так то я вот видел и дед показывал дедушка мой и вообще ну на ю тубе тоже смотрел вот а что-то не догадался надо вот эти сучки было оставлять вот эти когда обрубаете оставляйте сучки за них хорошо потом за ветки зацеплять верхнюю часть уже можно таким тоже лапничком прикрыть чтобы особо ничего не торчало ну он такой у меня получился объемный довольно таки потому что делал вокруг ствола живой сосны вот ветки ребят еще так тоже отмечу старайтесь не рубить у сосен у деревьев наверху где-то старайтесь нижние срубать дереву вред никакой не нанесете а даже наоборот в принципе крона у него будет развиваться более кучная вот у сосен особенно поэтому вот я брал в основном нижние ветки они такие густые что позволяет хорошо вот эту маскировку обеспечить ну теперь давайте предлагаю залезть туда внутрь а после мы с вами пойдем и выставим вешки я покажу для чего они нужны и как это делается полезли все я в доме нет но здесь здесь просто здесь несказанно комфортно я так сказал особенно после солнца кстати какие-то облака появляются как бы сегодня дождя не было не хотелось бы ну да бог с ним погода дело такое в общем тут друзья очень уютно вот сейчас я посмотрю где тут какие может быть заранее бойницы наметить но это уже все в процессе получилось отлично прямо отсюда уходить не хочется прям прислониться к сосне прикорнуть вот такой тут закрою все закрывается это я как бы все тут продумал все в порядке ну в принципе вот все видно я думаю что тетеревов я увижу ну тут ничего особо интересного нет изнутри кстати на этой и на этой сосне вот там вот гнездо я заметил заметил поздновато слава богу что это гнездо брошено никаких птенцов птичек тут нету проверил пришлось туда даже влезть а то а то бы надо было его переносить в другое место на другую сосну слава богу тут у меня такой вход в общем то жить можно теперь друзья давайте поясню что такое вешки то есть это обычные сухие веточки темные такие я их вот заострил то есть грубо говоря это ваши маяки расстояния приходите на тетеревов затемно то есть еще ночью в три часа ночи уже нужно сидеть в скротке таковики прилетают в районе трех а сегодня вот я где-то пол пятого они уже таковали то есть я даже наверное на открытие я пойду наверное где-то чтобы сюда сесть пол третьего даже ночью да можно тут вообще в принципе заночевать так вот по темну приходите не видно а вот эти вешки они очень хорошо контрастируют на фоне светлого поля сейчас еще травы нету свежий поэтому вся трава пожухлая вот это как бы сена такой на поле очень хорошо на контрасте будет видно расстояние то есть отсчитываете от скратка где-то 25-30 шагов внутри шагов будет соответствовать 25 метрам и вот втыкаете просто эти вешки соответственно примерно в эти же места потом когда приходим нужно будет расставлять и чучела то есть по приходу на место охоты уже не нужно будет думать какое там расстояние замерять выбирать куда правильно чучела посадить вот то есть у вас стоят вот эти вешки маяки и вы примерно где-то там недалеко от них ставите таким образом вы уже будете понимать какое расстояние между от скоротков до чучал и тетеревов такующих я надеюсь ну что ж можно с уверенностью сказать что теперь все готово к охоте на тетеревов скрадок есть вешки поставил да вот что забыл очень важно ребят вот после работ остается такой строительный мусор назовем его так веточки всякие сухие обломки там вот его необходимо собрать либо с собой унести либо отнести куда-нибудь подальше я сейчас отнесу откуда в принципе и брал его изначально то есть я бревна брал с них вот эти ветки обрубал отпиливал и вот здесь они остались их аккуратно сложил сейчас прям туда же на ту же кучу и отнесу и на этом можно сказать работа будет выполнена закончена со спокойной душой можно возвращаться во своясь и ждать открытия и я надеюсь ни пуха ни пера тетерева прилетят все будет хорошо ну а про чучела как их правильно ставить я вам расскажу уже чуть позже непосредственно на охоте в общем то в этой части касаемо подготовки к охоте на тетеревов пожалуй все что я хотел бы вам рассказать теперь ждем в следующей части непосредственно уже увидимся с вами на охоте ну а да и эти же части выйдут уже как вы понимаете после закрытия весеннего сезона поэтому вот всех коллег охотников подписчиков друзей ребята те кто уже от охотился я надеюсь с трофеями хочу поздравить с полем а кто еще кому предстоит я имею ввиду северные регионы россии там открытие позже ни пуха ни пера вам по традиции желаю вам большущей удачи в частности на охоте ну и пока увидимся в следующей части а